Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вы всегда найдете свежие обзоры на все, что появляется в нашей игре. И мое утро началось с черной пятницы. Быстренько пройдемся с вами по машинам, которые выставили на продажу. Выскажу свое субъективное мнение в отношении ценника на каждую из этих машин и дам характеристику, опять-таки, субъективную на каждую из этих машин. И надеюсь, это поможет вам, особенно если вы средней руки танкист или ниже среднего, принять взвешенное решение по поводу того, что действительно стоит приобрести, ну а что стоит обойти стороной. В пределах одного канала не помещусь с обзорами на каждую из этих машин, но буду делать эти обзоры и публиковать их, грубо говоря, через каждые полчаса одно за другим. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на второй канал, ссылочку найдете в описании. Какие-то видео будут на этом канале, ну а какие-то видео на втором. Поэтому, если хотите ничего действительно не пропускать в нашей игре, советую еще раз подпишитесь на оба моих канала и прожмите колокольчик, выбрав все уведомления с канала. Ну а теперь по ценникам. Да и в принципе, что такое Черная Пятница? Черная Пятница это возможность приобрести себе машины с существенной скидкой, но не все они действительно достойны того, чтобы стоять в вашем ангаре. Поэтому, ребят, давайте будем начинать с машин нижнего уровня, подниматься немножечко выше. Ну и первая тачка, которую обсудим, это СТРВ-74А2. Машина, честно говоря, чисто в коллекцию. Да, это шестерка и за полторы тысячи это вполне нормальный ценник, но при этом всем часто играть на данной машине вы не будете. В редких боях является результативной, в основном просто танк. Не более того, поэтому я бы не сказал, что действительно стоит обращать какое-то существенное внимание на данный аппарат. Что хорошего? Хорошее это барабан на три снаряда, вполне нормальное пробитие в 146 мм на своем уровне и при этом 160 единиц урона за каждый выстрел. Время перезарядки полторы секунды позволяет довольно часто отбрасывать по своим соперникам. Это действительно плюсы. Минус это картонность данной машины, несмотря на то, что это средний танк. Поэтому в целом, как я уже сказал, если и покупать, то чисто в коллекцию, просто чтобы было, ну и как я уже говорил, особо часто на ней играть вы однозначно не будете. Объект 244. Тачка классная, интересная. Несмотря на то, что бесплатно ее в свое время раздавали, на ней действительно можно неплохо поиграть. Обладает броней, обладает неплохой подвижностью, как для тяжелого танка на своем уровне. Довольно неплохое орудие, которое позволяет накидывать через каждые 6 секунд по 200 единиц урона, что у нас в шестом уровне довольно-таки классный показатель. 147 мм по пробитию, довольно неплохо. Минусом машины является склонение орудия вниз, минус 6. Я бы сказал, что фановая тачка и за 2000 голды, если вы можете себе это позволить чисто ради фана, то действительно стоит приобрести. Ценник совпадает с качеством данного аппарата. Type 62. Танк на любителя. Любители легких танков смогут оценить по достоинству данную машину, но я бы не сказал, что она действительно достойна прям существенного какого-то внимания. 2500, да, это дешевле, нежели танк продают в основном, но при этом всем я уверен, что особо часто даже ЛТ-воды играть на данном танке не будут. Поэтому рекомендовать его первым к приобретению однозначно не могу. Угол склонения орудия вниз, минус 7. Если бы было хотя бы минус 8, было бы немножко покомфортнее отыгрывать на нем на неровностях. 200 единиц урона, это не так уж и много, но это легкие танки в целом, я бы сказал, приемлемый показатель. 145 мм по пробитию для 7 уровня маловато, потому что часто бросает к восьмеркам. По ДПМу, я бы сказал, что реализуемый, но только в руках умелого танкиста. 2200 накосить обычному танкисту в пределах боя, это уже будет достижение. Поэтому хорошенько задумайтесь по поводу того, а точно ли нужен вам Type 62, потому что не уверен, что вы с ним справитесь и будете получать на нем массу удовольствия, если вы средние руки танкист и не сильно хорошо играете на легких танках. Если вы любитель легких танков, то АМХ 1357 однозначно вам подойдет. Для меня это такой себе бачат, только на 7 уровне. Против восьмерок играется капец как сложно, понятное дело, что брони вообще никакой нет. Это неудивительно, но обладает классной подвижностью, очень классным барабаном на целых 6 снарядов и время перезарядки внутри барабана составляет всего 1 секунду. При этом у вас пробитие в 173 мм, это очень круто. И да, вроде бы небольшая альфа в 90, но в целом, когда вы заезжаете и начинаете кого-то закручивать, начинаете раздавать свой барабан, то это смотрится так, как будто бы боксер легкого веса разносит просто в щепки кого-то своими молниеносными ударами. Пускай не сильно сильными, но все-таки оставляющие синяки. Угол склонения орудия вниз минус 7, на данном танке играется довольно неплохо. Ну и стоит помнить по поводу того, что здесь, я бы сказал, заднее расположение башни, поэтому стоит помнить об этом, принимая решение покупать данную машину или нет, потому что не все умеют играть на заднем расположении башни, и это может быть, я бы сказал, камнем преткновения между получением удовольствия и страданиями в бою. ЦС-52 Лис, просто неплохо сбалансированный средний танк на 7 уровне, ничем выдающимся не обладает, плюс-минус подвижен, довольно неплохое орудие, 4000 голды, я бы сказал, что это просто обычный ценник на данную машину. Да, его пытаются продавать периодически дороже, но я бы не сказал, что 4000 голды стоит отдавать именно за этот аппарат. Лучше доложить и купить себе что-нибудь более годное. ДПМ не сильно высокий, все-таки это семерка, а ДПМ от 1800 единиц-то маловато. Да, его можно повысить, поставив себе орудийный досылатель. Время перезарядки таким образом уменьшится и будет составлять в районе 9 секунд. 290 единиц урона для семерки очень даже классно. Пробитие в 158 позволяет бороться против восьмерок, но все-таки требует сноровки, потому что при таком уровне пробития придется хорошенько выцеливать слабые зоны у своих соперников, особенно у восьмерок, и далеко не каждый танкист, особенно с мобильного устройства, сможет это реализовать. Поэтому я бы сказал, что машина не идеальная, по крайней мере в руках среднего танкиста однозначно. По поводу СТГ могу сказать следующее. 5500 я бы брал однозначно, если вы любители СТ. Да, заднее расположение башни, да, крайне хреновый угол склонения орудия вниз в минус 5, но 400 единиц урона, молниеносное сведение и шикарная точность на дальних расстояниях. Плюс к тому, низкий силуэт танка, позволяющий неплохо прятаться за какими-то укрытиями, все это в совокупности дает возможность за бой вывозить по 2-2,5 тысячи урона, просто-таки с легкостью. Ну, просто сами посчитайте. 400 единиц урона, умноженное на 5, это уже 2 тысячи. Ну и стоит помнить по поводу того, что время перезарядки не молниеносное. 13 секунд, да, можно немножко улучшить орудийным досылателем, но все равно требовать будет от вас как езды по карте, ну и, соответственно, перемещение с точки на точку для того, чтобы можно было менять позиции, ну и, соответственно, накидывать по новым соперникам, так и аккуратной игры. Потому что танк действительно перезаряжается долго, и об этом стоит помнить. По поводу следующей машины могу сказать следующее. Су-130ПМ просто непревзойденная ПТ, и ПТ-воды однозначно ее оценят. 6 тысяч это великолепный сладкий ценник, поэтому считаю, что данное предложение является одним из лучших на этой черной пятнице. Если вы ПТ-вод, если у вас сушки нет, брать однозначно. Получите массу удовольствия от игры на данной машине. Целых 460 единиц урона за выстрел. 245 мм по пробитию, а это порой показатель для многих десяток. 2575 единиц ДПМ, а причем его можно улучшить опять-таки тем же самым орудийным досылателем. Время перезарядки действительно комфортное, и угол склонения орудия вниз целых минус 7, несмотря на то, что рубка находится, я бы сказал, не совсем по центру ПТ-хи, а спереди огромный нос. Помнить стоит о том, что это картонная машина полностью, но это неудивительно, и поверьте мне, это не мешает отыгрывать именно как ПТ-шки, а порой можно заезжать к своим соперникам и хорошенько их разносить даже на коротких дистанциях. Поэтому СУ-130ПМ однозначно приобретать, если вы ПТ-вод, да и даже если вы не ПТ-вод, я уверен, вы оцените данную ПТ-ху. Дефендер МК-1. Просто шикарное предложение, опять-таки точно так же, как и СУ-130ПМ, одно из лучших на эту черную пятницу, всего лишь 6,5 тысяч за великолепный средний танк 8 уровня, на котором я вчера на прямой трансляции косил победу за победой. Обладает броней, обладает подвижностью, обалденный барабан на 4 снаряда, 190 единиц за 1 выстрел и 244 мм по пробитию. Все просто великолепно, да и время перезарядки магазина при этом всем, я бы сказал, приближено к идеальному. 16,5 секунд. Короче говоря, классная машина по великолепной цене и да, действительно, достойно вашего внимания. Если вы СТ-вод, да и даже если вы ТТ-шки любите, все равно на Дефендере вы будете очень круто нагибать, даже если вы игрок средней руки. Про то же самое не могу сказать про Тайпа 57-го. Да, по техническим характеристикам вроде бы все неплохо, но 218 мм по пробитию. Это не сильно круто для тяжелого танка на 8 левеле. 430 единиц урона это очень хорошо, но 14 секунд время перезарядки и практически полностью картонная передняя часть танка, как бы вы ни ромбовали, не позволяет вам систематически получать непробитие. По башне все классно, все великолепно, хорошие углы приведенной брони, по бортам бьется с легкостью, это неудивительно. В общем, я бы сказал, далеко не идеальный тяжелый танк и Тайп 57 за 7000 это просто объективно нормальная цена на данную машину. В основном продают его, понятное дело, немножечко дороже, где-то за 7500 голды можно приобрести, и поэтому шикарным данное предложение назвать я не могу. Если вдруг все у вас из предложенного есть и прям совсем нечего здесь покупать, кроме Тайпа 57, а голду куда-то потратить хочется, то в целом в коллекцию взять можно, но поверьте, часто вы на этой машине играть не будете, потому что у вас явно в ангаре в таком случае есть другие более классные тяжелые танки с 8 уровня. Бурасик. Непревзойденная легенда, но почему-то дорого. 8000. Да, его продавали и за 10, и за 12,5. 8000 это объективно нормальная цена, но особой жирностью данное предложение не считают. Для среднего танкиста танк будет сложным в эксплуатации, потому что не обладает броней, несмотря на то, что это средний танк, при этом все имеет время перезарядки внутри магазина в 2 секунды. И для хорошо подкованного танкиста, да, вопросов нет, за 2 секунды справишься. Но если вы не хорошо подкованный танкист, то вам постоянно будет не хватать времени перезарядки снарядов между собой в магазине, и вы будете получать тычки в ответ. При этом всем 320 единиц урона классный показатель, а с барабана 640 единиц среднего урона, что тоже неплохо. В общем, если Бурасика у вас нет, при этом всем вы выше среднего танкист, с неплохой статистикой по победам, то тогда да, Бурасика реализовать вы сможете. Но если вы все-таки средней руки танкист, то хорошенько задумайтесь, сможете реализовать вы данный аппарат на все 200, ну и соответственно после этого только принимайте решение. Начинающим однозначно рекомендовать его по такому ценнику не могу. Вы просто с ним не справитесь, не поймете его, и не сможете получать удовольствие от времени, проведенного в боях. Эмиль 1951. Чисто в коллекцию 17,5, типичная нормальная цена для данной машины. Это не жирное предложение. И если вы играли на Эмиле первом, или вы не хотите тратить голду, то просто прокачайте первого Эмиля, и будет практически то же самое. Это практически полная копия проходной машины. Да, немножечко по-другому расположена броня, да, немножечко лучше забронирован, но при этом всем геймплей тот же самый. Время перезарядки снарядов внутри магазина составляет 3 секунды. Нет, это играбельно, это хорошо, и мне порой нравится на Эмиле заехать, но при этом всем есть альтернатива, которая в принципе можно сказать бесплатная. Ну а если быть точнее, то ее можно приобрести себе за серебро, просто прокачивая ветку кранвагна. 310 единиц урона, 930 единиц альфы с барабана. Это классно, это хорошо, и довольно неплохо отыгрывает от башни, но в целом, я бы сказал, ничем не выдающийся танк. Такой себе фармящий Эмиль-1, поэтому за 7,5 рекомендовать однозначно не могу, поэтому не обращайте особого внимания на данный аппарат на Черную Пятницу. КПЗ-PR-68П. Средний танк довольно неплохой, орудие классное, хорошее, но опять-таки ничего выдающегося, ничего уникального, и не могу сказать, что прям действительно блистающая машина. ДПМ ниже 2000, время перезарядки долгое, но это объяснимо тем, что у вас хороший средний урон за один выстрел 380 единиц. 217 мм по пробитию более чем достаточно, чтобы играть на своем уровне. Против девяток встречаешь эту машину крайне редко, но дело в том, что, как правило, данную машину бросает к девяткам только в случае, если вы заходите со своим союзником, со взводным в бой, который заходит на девятке. Тогда придется с девятками встретиться. А так на 10 боев максимум в 2 боя попадете против девяток, все остальное время будете кататься против себе подобных восьмерок, за редким исключением против семерок, попадая в бои. Шикарный угол склонения орудия вниз, минус 9, и довольно неплохо забронированная башня позволяют классно отыгрывать где-то от неровностей. Это факт. Но при этом всем, ребят, стоит обратить внимание на ценник. 9500, только потому, что это сравнительно новая тачка, и 9500 КПЗ не стоит однозначно. Поэтому мимо этого предложения проходим однозначно и ждем, пока машина подешевеет. Переходим к следующей тачке, FV1066. Танк предназначен исключительно для очень умелых танкистов, которые классно играют на легких танках. Все остальные игроки, просто пропустите данное предложение. Вы не сможете получать удовольствие на данном аппарате, если не умеете круто отыгрывать на легких танках, которые никогда не обладают броней. Да, обладает шикарной подвижностью, при этом всем шикарное время перезарядки в 4,5 секунды, которое можно улучшить. При этом всем 200 мм пробития позволяют нормально отыгрывать даже на своем уровне, как и на легком танке. И средний урон в 200 мм не сильно... Ой, господи, простите, 200 единиц не сильно вас порадует, опять-таки, если вы не умеете играть на легких танках. А вот если вы умеете играть на легких танках, тогда вы действительно сможете по достоинству оценить данную машину. И, возможно, в таком случае, если этого аппарата у вас нет, то стоит отдать за него, возможно, даже 10 тысяч. Хотя я бы не отдал. Ну, во-первых, не люблю играть на ЛТшках, во-вторых, не умею, честно говоря, настолько хорошо с ними справляться. Хотя, за последние несколько дней я отыграл большое количество боев на этой машине, сделал достаточное количество побед и получал удовольствие. И, откровенно говоря, тысяч за восемь, наверное, приобрел бы себе эту машину, даже несмотря на то, что я не сильно хорошо играю на ЛТ. В отношении Т-55А могу сказать откровенно. Машина, которую недавно аппали в обновлении, но все-таки она не стала хорошей. Не стоит его покупать. Да, 310 мм урона, да, пробитие 237, и неплохое время перезарядки, но все равно особо фановостью не обладает, с особой шикарностью по результатам боев тоже не будет блистать. Поэтому я бы сказал, что просто средний танк до 9 уровня. И 9000 за него отдавать нет вообще никакого смысла. ВЗ-114. Не дотягивает до десяток, но с ними постоянно встречается. Обладает неплохой броней в башне, я бы сказал, скромной броней по корпусу. Неплохое орудие с классным пробитием в 252 мм, 470 единиц урона. Это классно, хорошо, но опять-таки повторюсь, играя постоянно против десяток, в основном будете страдать. Либо придется играть в, как я называю, флегматичный танк, блиц, в котором вы будете где-то пастись позади своих союзников, будете танком поддержки, никуда не торопясь, и просто накидывая по засветам соперников. Стоит также отметить, что машина не обладает какими-то выдающимися другими показателями, которые могли бы говорить о том, что танк, ну прям, действительно в чем-то лучше, чем другие девятки. Поэтому, если сравнивать данный аппарат с другими тяжелыми танками на 9 уровне, он существенно им уступает. Единственная причина, по которой можно купить себе ВЗ-114, это ценник 9,5. Это действительно дешевле, нежели объективная стоимость данного аппарата. В целом, танк стоит своих 12 тысяч в голом состоянии абсолютно спокойно, а здесь еще и открытое все оборудование. Поэтому за 9,5 брать можно, но не рассчитывайте на то, что это шикарный нагибатор, который будет помогать вам разрывать рандом. Чеер Футур. Исключительно для любителей средних танков, которые справятся с тем, что машина не обладает настолько крутой подвижностью, как хотелось бы, в первое время создается впечатление, что ты играешь на медлительном легком танке, но при этом всем огромным плюсом данного аппарата является шикарная точность по орудию, великолепное время сведения, обалденный ДПМ в 3000 единиц, что действительно очень круто и запихивает за пояс многие десятки, и при этом всем угол склонения орудия еще и минус 7. А все это к ввиду к тому, что здесь верхнее расположение орудия. Орудие находится в верхней точке в отношении полностью всего силуэта танка, и если вы играете от какой-то неровности, которая прячет все вот это вот, при угле склонения орудия вниз минус 7, вас практически некуда выцеливать. А вот эти две зоны, которые в принципе хоть как-то выцелить можно, они настолько маленькие на средних, а уж тем более на дальних расстояниях, что выцелить этого малыша практически невозможно. За десятку можно брать абсолютно не глядя, танк действительно интересный, и как я уже сказал, для любителей средних танков подойдет однозначно. Но помните, если играете с мобильного устройства в основном, то Чейр Футур реализовать будет гораздо сложнее, нежели играя с ПК. Это факт, поэтому хорошенько подумайте, сможете ли вы реализовывать все плюсы, про которые я сейчас говорил, играя с мобильного устройства. Кобра 11 тысяч. Но я бы не сказал, что Кобра действительно является крутой машиной. Да, обладатель великолепных хэш-фугасов, здесь ему не откажешь, 216 миллиметров пробития на осколочно-фугасных, это очень круто, но урон с осколочно-фугасных крайне непредсказуем. Где-то можете накидывать и 500, и 500 с копейками, а порой можете набросить и 98, что очень сильно удручает, поэтому хорошенько задумайтесь о приобретении, либо не приобретении данного среднего танка. Если в коллекцию, или если чисто ради фана, то своих 11 тысяч он стоит, и не дороже того. Поэтому Кобра это сомнительное предложение, чисто для любителей чего-нибудь экстравагантного в нашей игре. Объект 907. Великолепный танк 10 уровня, любители средних танков однозначно оценят его по достоинству, 15 тысяч данный танк стоит, но, как я уже говорил про предыдущий, не более того, поэтому, если вдруг другие десятки у вас есть, то за 15 можно взять, но это не будет суперкрутым приобретением. Да, его периодически выставляют на продажу, и выставляют на продажу дороже, но при этом всем, 15 тысяч это просто его объективная цена, а не супер вау сладкое предложение. Того же самого не могу сказать про Баджера. Баджер действительно очень классная ПТХа, и руками среднего танкиста, да даже ниже среднего танкиста, по уровню подкованности играется просто великолепно. В последнем обновлении его немножечко урезали, и у него забрали его великолепную маневренность и подвижность, но при этом всем Баджер не умер. Он продолжает жить, продолжает нагибать, и да, он имеет слабую зону, это вот этот вот номерной знак, как я называю, вставка в нижнем бронелисте. Она действительно серая. Но если вы ее спрячете, а спрятать ее несложно, потому что угол склонения орудия составляет целых, ошеломляющих, минус 10, вы просто непреодолимая скала. Да, фугасы где-то как-то вот сюда забрасывать будут пытаться, будут немножко царапать вашу краску, по 150-250 единиц урона будут накидывать, но не более того. При этом всем вы обладаете шикарным временем перезарядки, в районе 7 секунд с досылателем, пробитие в 275 позволяющее бороться с практически любыми десятками, ну и 460 единиц урона действительно умеет делать больно. Баджер на сегодняшний день, непревзойденная легенда Блица среди ПТ на 10 уровне, я бы сказал, лучшая коллекционная ПТшка на сегодняшний день, поэтому 16500, если вы отдадите за данную ПТ, вы однозначно об этом никогда не пожалеете. Ну и, конечно же, КАРО 45 тонн, только для любителей средних танков, ну и, соответственно, 20000 он стоит абсолютно спокойно, да и я бы 25 за него отдал, если бы этой машины у меня, слава богу, которая уже находится у меня в ангаре, не было. Танк просто великолепен, не обладает шикарной подвижностью, но достаточно маневренный и подвижный, для того, чтобы передвигаться по карте и находиться там, где надо. Великолепное точное орудие. Время перезарядки между собой в магазине снарядов составляет всего 3,5 секунды, и это не обычный барабан. Это барабан на 4 снаряда с системой дозарядки. Вам всегда есть кого встретить. И отыгрывая от первого снаряда, вы просто молниеносно перезаряжаетесь. Даже отыгрывая от второго, вы все равно можете дозаряжаться и набрасывать. Если у вас закончились снаряды, да, придется пострадать, 21 секунда перезарядки, но этот четвертый снаряд в магазине, он является страховочным на случай, если вдруг вам кого-то необходимо добрать. Если не добираете кого-то, вы это понимаете, то лучше откатитесь, дозарядитесь и уже выезжайте на соперника с двумя снарядами. Хотите, с тремя. Короче говоря, танк действительно шикарен, и обратите внимание на средний урон, несмотря на то, что здесь барабан с системой дозарядки. 380 единиц. А теперь умножьте на 4 и поймете, почему эта машина умеет разрывать своих соперников в рандоме. 259 миллиметров по пробитию позволяет вам бороться с тяжами просто-таки с легкостью. Да и плюс к тому, угол склонения орудия вниз минус 8. Раньше игралась броня немножко получше, и да, действительно танковалась почаще, но и на сегодняшний день довольно часто получает непробитие. Поэтому я бы сказал, что корона сегодняшний день, наверное, лучший средний танк на 10 уровне. Если вы со мной не согласны, пишите об этом в комментариях. Это было абсолютно честное мнение по поводу цены и годности каждой из машин, которые предложили разработчики сейчас на Черную Пятницу. Также, покупая каждый из этих танков, либо приобретая в магазине наборы за реальные деньги, вы будете получать вот такие вот зеленые билеты, которые назвали купонами Черной Пятницы. И за эти купоны Черной Пятницы в игровом событии Черная Пятница вы можете приобретать себе дополнительно контейнеры, дни прямаккаунта, свободку, сертификаты, ну и главная награда СМВ-ЦЦ-64 ВПР. Не могу обойти стороной данную машину, потому что ПТ-ха действительно классная. Многие говорят, что это полная копия проходной тачки, но нет, ребят, восьмерка проходная отличается от этой машины. Это действительно бодрая, классная ПТ-ха. Да, немножечко хуже броня, чем у проходника, но при этом всем здесь барабан на два снаряда, один из них страховочный, один рабочий, с временем перезарядки в 7,8, плюс 2 секунды время перезарядки между собой в магазине. При этом всем практически 260 единиц по пробитию, великолепная точность и средний урон в 400 единиц. Поэтому, если вдруг вы эти купоны будете собирать, ну и, соответственно, будете думать, на что их потратить, то, ребят, рекомендую в первую очередь брать себе Виперу, если вдруг у вас ее нет. Поверьте, вы не пожалеете, а разницу геймплея между этой тачкой и проходной вы почувствуете однозначно. Когда вы себе приобретете данную машину, у вас появится возможность взять себе следующий танк, который будет Лоррейн 50 тонн. Машина классная, на 9 уровне играется просто великолепно. И она действительно достойна того, чтобы быть в ангаре. Я мечтаю заполучить себе Лорку, потому что это действительно великолепный тяжелый танк. Ну и, если у вас хватит сил, духу, ну и, соответственно, денег, то тогда следующей машиной вы сможете взять себе 116 F3. Это новый тяжелый танк 9 уровня. Абсолютно честный обзор я уже выложил на канале, поэтому заходите, смотрите, ну и, соответственно, примите взвешенное решение, стоит ли вам брать себе 116 F3. Его же можно взять, кстати, и в контейнерах, которые сюда положили, 10 раз их можно открыть, при этом всем шанс выпадения крайне маленький, 0,5%. Это действительно немного, и только счастливчики заберут отсюда себе данную тачку. Ну и, что вам хочется сказать напоследок. Друзья мои, не забудьте подписаться на оба моих канала, ссылочка на второй канал в описании. я пошел снимать абсолютно честные быстрые обзоры на все танки из Черной Пятницы, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.